В конце прошлого года внедорожник Lada 4x4 получил действительно новый интерьер. Ключевое новшество это система Aero Glonass, для корректной работы которой пришлось установить одну подушку безопасности. Внедрять фронтальные вазовцы не стали, поэтому одна боковая подушка встроена в спинку водительского кресла. Сами сидения тоже новые, с развитой боковой поддержкой и модернизированным механизмом складывания. Полностью заменена вся передняя панель, переделана климатическая установка. Вдобавок инженеры внедрили новые опоры силового агрегата и улучшенный пакет шума и виброизоляции. Весь перечень доработок завод оценил в 30 тысяч рублей. Технических изменений нет. Заслуженный внедорожник сохранил мотор 1.7, пятиступенчатую механику и постоянный полный привод. Месяц назад Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение, а теперь этой процедуре подвергся GMC Yukon. Напомним, что под маркой GMC выпускаются более дорогие и статусные версии автомобилей Chevrolet. Чтобы превратиться из Tahoe в Yukon, рамный внедорожник сменил оформление передка. Притом авторы стайлинга не поскупились не только на новые фары, бампер и решетку радиатора, но даже заменили капот и крылья. Более того, самой дорогой версии под названием Denali вдобавок полагается другой интерьер. У него оригинальная передняя панель, иные передние кресла плюс отделка дорогой кожей и натуральным шпоном. На выбор три двигателя. Рядный шестицилиндровый дизель и бензиновые атмосферные V8. Все версии имеют 10-ступенчатый автомат. Продолжение следует...